Приветствую вас, Аноним. У вас есть в тексте небольшая такая, на мой взгляд, важная деталь. Она связана с тем, что вы написали, что ваш мужчина вам, значит, сообщил о том, что вы можете быть вместе. При весьма специфических обстоятельствах. В момент, по сути, если можно так выразиться, трагедии определенного рода. Из этого я могу сделать вывод, что вы еще до того, как вся эта история началась, вы ждали его, вы ждали мужчину, вы знали, что он не свободен. Вот, и вы его ждали, вы его ждали. Мы ждали, и, в общем-то, надеялись на то, что он будет свободен. В итоге, вот так и получилось, но счастья вам это не принесло, к сожалению. И вот, понимаете, есть ведь причины, по которым вы ждали мужчину, по сути, уверяя себя в воле случая. Да, в воле случая. Есть ведь некоторые причины, по которым у вас, например, не сложились отношения с отцом вашей дочери. И в жизни не бывает так, что, допустим, люди могут быть свободными, люди могут жить свободно, если им что-то не мешает. То есть, если людям вместе хорошо, то они живут вместе хорошо, как угодно, при каких угодно обстоятельствах. Если нет, то они всегда будут искать определенные моменты, будут появляться определенные проблемы. Дело в том, что дети, это, так или иначе, отражение родителей. И то, что у вас есть некоторые сложности с детьми, это говорит о том, что вы что-то не принимаете в мужчине. На детей это, скорее, проецируется. Вот. Ваша ревность связана с неуверенностью в себе, связана в какой-то степени с обесцениванием себя. Вот. Со страхом потерять, ну, мужчину. Вот. И так далее. То есть, здесь речь не идет о любви. Здесь речь идет, скорее, о зависимости. И дети, это угроза для вас. Это угроза того, что вы можете без мужчины остаться. Ваша негативность отпустить человека является здесь ключевой. И, как бы, вы сами не замечаете того, как выстраивать отношения уже не на свободе выбора, а на принуждении, на насилии, на какое-то угрозе. Вот. Но это все, как мне кажется, происходит из ваших собственных страхов, переживаний, может быть, обид, в том числе на отца. Ваши души. Вот. Но тот факт, что отношения с мужчинами у вас не устраиваются, да, не получается. С одни были проблемы, а теперь вот с другими мужчинами тоже проблемы. Это очень показательный момент. Хотел бы обратить ваше внимание также на то, что вы, вот, в какой-то степени склонны перекладывать ответственность. Да, тут поговорить о том, что у вас есть определенные надежды, но, по сути, самостоятельно вы проблему решать не особо-то хотите. Да, то есть, ну, например, вот есть определенные сложности, соответственно, обратиться к психологу, да, на психотерапию, полноценную консультацию или психотерапевтический курс. Вот. И, соответственно, обработать с этим. То есть, работа с ревностью, работа с неверностью к себе и страхами, работа с ненавистью, это, в том числе, работа с личностью, с личной ответственностью. Вот. И с защитными механизмами вашей психики, которые вытесняют реальную проблематику. Вот. То есть, ваш внутренний конфликт. Вот. Чисто субъективно, если вот чисто субъективно, да, чисто субъективно, то ненависть – это история про реагирование на некое препятствие, которое, по мнению человека, вот, ну, в данном случае, по вашему мнению, вот, мешает, так скажем, благосостоять. То есть, это история про дисбаланс определенный. То есть, дети мешают мне находиться там, вот, в хороших отношениях. То есть, перекладывать именно на внешний фактор реальные проблемы. Вот. Это история достаточно часто повторяющаяся у некоторых людей. Вот. Ну, важно понимать, важно понимать, что дело не в обстоятельствах, потому что проблемы есть всегда, не всегда, не всегда имеют место. Более того, различные типы личностей поразняют различные проблемы, потому что проблемы человеку необходимы. И, соответственно, можно говорить о том, что решив эту проблему, у вас появятся рано или поздно другие проблемы, потому что проблемы – это точно такая же проблематика, точно такая же проекция проблематики. Вот. Это важно учитывать. Важно учитывать этот момент. Обязательно. Потому что, если позиционировать, если вы будете позиционировать проблему как что-то, ну, я бы сказал, как что-то отдельное, да? Например, то ситуация будет, мягко говоря, для вас складываться неблагоприятно. Вот. Ну и последнее, наверное, на что хочется обратить ваше внимание, помимо, вот, ну, помимо всего прочего, да, помимо остального, это то, что вы воспринимаете детей, во-первых, как реальных своих соперников, а во-вторых, ну, скорее всего, воспринимаете их в контексте жены. Вашего мужчины. Вашего мужчины. В бывшей жизни. И еще сравниваете себя с ней. А если вы человек в себе неуверенный, то это вполне себе нормально. Ну, я имею ввиду, подобная модель поведения, нормально. Вот. И, соответственно, вам необходимо, вот, то, на что я бы, вот, предпочел бы обратить ваше внимание, да, это на защитные механизмы вашей психики. Вот. То есть видеть не только, вот, ну, ненависть, да, не только ревность, допустим. Вот. Ну, и свои собственные конфликты и свои собственные противоречия какие-то, которые имеют у вас место быть. Вот. И тогда появится шанс, как бы, на то, чтобы ситуацию исправить. Это такая, знаете, кооперация с психотерапевтом, психологом. Вот. Кооперация для того, чтобы решить данные проблемы. Вот. Для чего необходимо интересовать вам больше своей жизнью. Обратите внимание, вы полностью обращены на вне, на своего мужчину, на своего ребенка. Вот. Ну, вот. Такое ощущение, что они на себя. Вот. Это вот. Еще один важный фактор ревности. Человек, который их ревнует, он, как правило, очень много обращает внимание на внешний мир, на других людей, но не на себя. Да. Вы молодец, что обратились за помощью, но теперь вам предстоит следующий шаг, это выбор специалиста и работа с ним. Вот. При том, что самое главное, на что сейчас нужно обратить внимание, это на ваши защитные механизмы и, значит, обращение внимания на и работу с чувствами. Вот. А также выстраивание, ну, более адекватного, более искреннего диалога со своим партнером, чтобы говорить о том, что вас беспокоит, но при этом не разрушая отношения. Вот. Чему тоже может научить вас психолог. Вот. То есть, как бы, ну, это, например, семейная психотерапия, да, вот, может вам в этом помочь достаточно, достаточно корректно, достаточно хорошо, достаточно эффективно. На этом всё. Надеюсь, что помог, помог вам. Буду благодарен за обратный связь. По моему ответу это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.